Друзья, всем привет! Каждый вид деятельности специфичен. Везде есть свои правила, которые дают возможность работать стабильно, совершать меньше ошибок и быть максимально продуктивным. Сразу хочу заметить, я не профессиональный лесоруб. Корочек я не получал, институты лесотехнические я не заканчивал. Но так вышло, что одним из направлений моей деятельности является спил деревьев. В том числе деревья пилятся с целью получения дров, доски. Живя в условиях села, жители в зимний период времени производят ремонт и обслуживание техники, обслуживание домашнего хозяйства. Одним из главных вопросов является отопление. Отопление дома, гаража, теплицы, сарая. И тут сельский житель встает перед вопросом, заготовить дрова или купить. Те, кто серьезно трудится и живут недалеко от леса, покупают подвыпил территории, участки или же договариваются на удаление ветроповалов или сухостоев. В ход идет не только бензопила, но и мотоблок, трактор, грузовик, даже иногда мотороллер. Те, кто мыслит шустрее, начинают изыскивать возможности продавать дрова. И вот сельский житель на время становится лесорубом. Кто-то на день, а кто-то и на всю зиму. Для того, чтобы сразу работать эффективно и не совершать ошибки, я хочу поделиться той информацией, которую получил за время работы в условиях леса. Итак, поехали. Производительность пильчика зависит не только от инструмента, которым он работает, но и от тела, физической составляющей, которая и определяет работоспособность. Работа на природе в лесу подразумевает каждодневные серьезные нагрузки на организм. Для того, чтобы работать без сбоев, нужно уметь слышать свое тело и уметь его контролировать. Организм должен быть всегда бодр, сосредоточен, ведь нужно поддерживать хорошую реакцию, чтобы успеть поймать пилу на отскоке, чтобы среагировать на изменения падения дерева. Нужно иметь хорошую выносливость, ведь работа монотонная и много статических нагрузок, которые, кстати, весьма деструктивно сказываются на состоянии здоровья. Итак, начнем с того, что требуется хороший сон. Если в обычном режиме жизни мне хватает от 6 до 8 часов сна в сутки, то во время работы в лесу мне не хватает даже 8 часов. К концу недели, рабочей недели, даже 9 часов, мне кажется, небольшим количеством для сна. За время сна организм восстанавливает силы. Это очень важный аспект. Вторым немаловажным фактором является питание. Во время физических нагрузок активно работают мышцы. В зависимости от конституции тела нужно подбирать энергетическую ценность питания. Но стоит учитывать, что энергии сжигается просто тьма. Важно включить в питание большое количество белка. Я не диетолог, но думаю, те, кто занимались в спортзале, знают, что белок очень сильно влияет на рост, развитие и поддержание работоспособности мышечной системы. Это еще один важный аспект в питании. Мы все привыкли пить чай. Для тех, кто пьет его мало, кружечка чая хороший способ стимулировать нервную систему. Черный чай я обычно пью утром. В термос завариваю иван-чай с черным чаем. На литр воды пакетик иван-чая и пакетик черного. Либо просто иван-чай. В один термос на пол-литра лью просто черный чай. Первую половину дня пью иван-чай. А во второй половине дня, к часам и так к двум, начинаю пить черный. После обеда уже начинают появляться первые признаки утомления. И черный чай отлично бодрит. Улучшает реакцию. Появляются силы. В течение дня пью чай несколько раз в час. Обычно после двух заправок. За раз выпиваю одну крышечку термоса. Извиняюсь за такие подробности, но при таком ритме выпивания чая, количество жидкости, которое покидает организм естественным способом, ничем не отличается от другого каждодневного. При том, что жидкости потребляется намного больше. А это значит, что потребляется она исключительно в нужном количестве. Чай стараемся пить теплый. Он согревает. Это немаловажный весомый плюс. Особенно в зимнее время. Вечером я стараюсь пить ромашковый чай. Очень классная штука. Расслабляет нервную систему. Потому что работа с пилой, это прежде всего напряжение. Нервное напряжение. Потому что инструмент опасный. Здесь нельзя расслабляться. Нужно всегда быть на стрёме. Держать ситуацию под контролем. Поэтому нужно вечером как-то нервную систему расслабить. Я пью ромашковый чай. Кроме этого, можете почитать очень много полезных свойств у ромашки. Также рекомендую употреблять минеральную воду для компенсации целевого баланса в организме. Те, кто учился на факультете физической культуры и спорта, в курсе, что это делать нужно. Особенно летом. Кстати, такой немаловажный факт. То, что если рабочих поить чаем, то они работают намного шустрее. Доказано то, что при снижении количества воды в организме на 2% выносливо снижается на 20%. Мало того, что рабочие будут работать эффективно. Вам плюсик к карму. Я думаю, они оценят заботу о себе. Хоть это забота и корыстная на самом деле. Третьим немаловажным аспектом является одежда и обувь, в которой производится работа. Обувь. Ведь мокрые ноги – это возможность получить кучу болезней прямо здесь и сейчас. Особенно во время таяния снега. Снег холодный. При этом промокают любые ботинки. Потому что они практически постоянно находятся в воде. Даже кожа на берцах вымокает. Я использую вязаные носки и шерсти. Поверх – тонкие носки. Берцы из кожи. Пропитываю все это дело антидождем. И мажу толстым слоем крема. Особенно уделяю внимание стыкам и швам. С собой, естественно, желательно иметь запасную обувь. Ну или хотя бы носки. Из одежды я использую комбез, который полностью закрывает поясницу. Поверх – кофта с капюшоном. И куртка тоже с капюшоном. Одежда с капюшоном дает возможность не только защитить шею, затылок от холода, а также защитить артерии. Ведь иногда ветка летает с такой силой, что может полоснуть артерию. И все это закончится весьма печально. А два капюшона я использую для того, чтобы регулировать температуру головы. И не допустить перегрева. И как следствие переохлаждение в процессе высыхания пота. Застудить голову – это полный финиш. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. Для того, чтобы капюшон плотно прижимался к голове, я использую защитную маску, которая сверху прижимает пластиной капюшон плотно к ушам. Также маска активно защищает голову от веток. Ну и, повторюсь, прижимает капюшон к голове. Желательно покупать такую маску, на которой есть хорошая регулировка по размеру. Например, маски «Чемпион». Недорого, бюджетно. Порядка 600 рублей. Долговечная, очень удобная маска. Во время работы делаются перерывы на дозаправку, заточку цепей, тот же чай. Лучше оборудоваться так, чтобы все делать сидя. Нужно разгрузить ноги, спину. Про алкоголь, сигареты я, кстати, этот момент упустил. Сразу не сказал. Работа в состоянии алкогольного опьянения абсолютно запрещена, потому что бензопила – это очень опасный, травмоопасный инструмент, который может не только нанести серьезные травмы, но и может даже лишить жизни. Поэтому люди в состоянии алкогольного опьянения ни в коем случае не должны допускаться на проведение данных работ. Про сигареты так, конечно, сказать нельзя, но есть некоторые случаи, когда и курильщики не должны допускаться. Особенно в летний период времени, там, где есть большая подстилка из сухих листьев, травы, любой брошенный бычок может стать причиной огромнейших пожаров и огромнейших проблем. Далее, с собой желательно в лес брать аптечку, в аптечке обязательно пластырь, потому что порезов огромное количество происходит, бинт, жгут. Если вы накладываете жгут, то вы должны уметь им пользоваться. Соответственно, нужно брать средства для дезинфекции – йод, зеленка, перекись водорода. Всем этим нужно уметь пользоваться и научить людей, которые вокруг находятся, то есть те же помощники, водители, пользоваться данными средствами помощи. Таблетки брать я не рекомендую, потому что по законодательству. Таблетки можно принимать лишь только, если ты их принимаешь в личных целях. А давать кому-то лекарственные препараты нельзя, потому что ты несешь далее ответственность за человека, которому ты эти препараты как раз таки и дал. Если произойдет какая-то экстренная ситуация, то нужно быть готовым к применению данных медицинских средств, помощи, потому что есть хорошая вероятность сдохнуть, пока будет ехать скорая. Кроме этого, есть вероятность сдохнуть от помощи людей, которые вокруг. Они могут оказать первую медицинскую помощь неправильно, что иногда бывает хуже, чем в принципе не оказание этой помощи. Кроме этого, рекомендую научиться пользоваться навигатором, для того, чтобы в случае чего сообщить медикам не только ориентировочное местонахождение, но и координаты. Координаты – это самый точный способ сообщения местоположения, местонахождения. Я думаю, любой сотрудник МЧС, если вы наберете 112, сможет по координатам к вам приехать. А вот если вы будете объяснять, «Три березы направо, там комбайн, два дня прямо», то вряд ли кто сможет понять, где и как это находится. Тем более в экстренной ситуации тяжело собрать все мысли в кучу и объяснить точное местоположение. При работе в лесу иногда встречаются дикие животные. К ним ни в коем случае нельзя подходить, гладить, даже если они выглядят весьма дружелюбно. Часть животных бывает с бешенством. Если же вы проявите какую-то агрессию или даже какие-то действия по отношению к животным, оно вполне может ответить агрессией. Даже если вы будете просто приближаться к животному, оно может на вас напасть. Поэтому рекомендую шагами назад, неспешно производить удаление от животного. При этом нельзя упускать это животное из виду. Даже обычная лиса, которая кажется совершенно небольшой, в случае если она больна бешенством, может на вас кинуться, и все это закончится смертельным исходом. Также рекомендую в карманах носить обычный кнопочный телефон. Не сенсорный, не смартфон, а обычный кнопочный телефон, типа Nokia фонарика. В случае, если вы работаете самостоятельно в лесу, если вас чем-то придавит, то вы сможете хотя бы с него дозвониться. Это самый надежный вариант связи. Ну, кроме рации. Если же ваша деляна далеко, а машина всего лишь одна, рекомендуется быть готовым к ночлёжке, к ночевке в лесу. Машина в любой момент может поломаться, вы можете застрять. Необходимо с собой иметь продукты, спички, тёплые вещи. В случае поломки машины, первым делом нужно понять, где вы будете ночевать, развести костёр и создать какое-то укрытие. Особенно хорошо подходят естественные укрытия. В зимний период времени, когда были сильные ветра, мы скрывались завалом из земли, выстраивали стенку из брёвнышек и там был затишек, в котором мы развели костёр, всю ту же финскую свечу и готовили на нём продукты. Везде было холодно, был ветер, а у нас было тепло. Мы сделали практически домик без крыши. Если бы мы собрали ветви и хорошенько укрыли этот домик, то у нас бы получился полноценный шалаш. Так, следующий аспект. В ночное время работы лучше не проводить, если и проводить, то только с помощью хорошего фонаря и только распиловку. Валку проводить ни в коем случае нельзя. Ночью нарушается восприятие, крайне сложно оценить, куда будет падать дерево. Иногда мы работали ночью, день был короткий, и приходилось. Но лучше всё-таки этого не делать. Очень важно сохранить во время работы не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье помощников, грузчиков, других вальщиков, которые работают рядом. Для этого нужно обусловиться, какой сигнал будет производиться перед валкой дерева. На мой взгляд, эффективнее, чем свист, производить перегазовку с определенной периодичностью. Например, три кратковременных перегазовки. Люди постоянно слышат звук пилы и будут реагировать на этот сигнал и понимать то, что сейчас упадет дерево. Через 10 секунд после перегазовки совершаем повторный осмотр вокруг и уже тогда производим валку дерева. Кстати, забыл вам сказать, то, что ни в коем случае нельзя употреблять в пищу ягоды и плоды, которые вы не знаете. У нас как-то раз был случай, когда водитель скушал ягодку очень красивую и у него онемел челюстно-лицевой аппарат на весь день. Это всего лишь была одна ягодка. Еще у нас был случай, когда мы работали в сезон охоты и начали понимать то, что вокруг стреляют охотники. В этом же случае желательно лечь на землю и переползти туда, где есть какая-нибудь заслона. То есть бревно либо естественное укрытие для того, чтобы была меньше вероятность, что вас попадут. Ну и желательно, если вы такие не черный лесоруб, подавать какие-то сигналы о том, что вы здесь находитесь. Либо свист, крик. Можно завести пилу и начать газовать. Думаю, любой адекватный человек не станет стрелять, если он будет знать то, что на горизонте трудятся люди. Благодарю вас, друзья, за внимание. Надеюсь, кому-то чем-то окажутся полезными эти советы. Потому что эти вещи, когда я начинал работать, я не знал, и всё на своих ошибках. Весь опыт приобретался. Сейчас я это рассказываю не для того, чтобы увеличить количество просмотров, а для того, чтобы вы берегли своё здоровье, потому что нужно быть здоровыми, сильными, трезвыми и адекватными. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok